Если случится зомби-апокалипсис, три вещи, необходимые для выживания? Нож, зажигалка, еда? Три, да? Тут одного не знаешь, а тут три. Так, это хороший вопрос. Господи, что нас учили на БЖД-то? Покуривать. Ну, больше мобильности, больше эрудиции. Курение, опьянение. Спирт. Так, это частный самолет, чтобы можно было улететь куда-нибудь, куда угодно. Какие бы три навыка пригодились бы тебе для выживания? Невидимость, желательно. Ну, первое, это, наверное, быстрый бег, чтобы убегать от зомби. Ну, наверное, писать музыку, чтобы было не скучно. Я хочу сказать одну вещь. Как только ты достигаешь момента зомби-апокалипсиса, ты должен быть подписан на 1420. Потому что... Извините за мой русский язык. Потому что я буду публировать встречные интервью с русскими зомби-апокалипсисами. Поехали! Какая профессия была бы самой востребуемой, да, во время зомби-апокалипсиса? Ну, из реальной профессии? Да, конечно. Киллер. Мне кажется, киллер. Так, барыга. Майнинг, наверное. Как вариант. Интернет, главное, чтобы работал, электричество было. И будет на что жить, будет на что зарабатывать на оружие. Вопрос. Если бы ты встретил зомби, что бы ты у него спросил? Ну, разве у него можно что-то спросить? Вряд ли. Он же как неразумное существо. Какую группу крови ты любишь? У меня другая, если что. Что такое зелёный? Я думаю, я бы у него ничего не спрашивал. Но спрашивать я у них, конечно, ничего не буду. Я буду просто защищаться. Они же могут быть агрессивными, но в случае, если они будут безагрессивными, я просто возьму и убью. Продолжение следует...